Дверь с ноги, как говорится, кроит вещает, это уже 70-я серия пути бомжа на Блэкраше, и с первой минуты мы летим на авторынок искать новую тачку для Фомы. Конечно, залетели на высокий класс, вот, хорошая F90, но он её не продаёт, зачем на авторынке тогда стоять? Акула для Фомы тоже неплохой вариант. И пока я жду от неё ПТС, уже собралась огромная толпа, ооо, увидел вдалеке ещё одну F90, а она стоит без владельца. Короче, пытаюсь я уже минут 15 купить хоть какую-то машину, а вокруг меня... И слава богу, один челик дал мне сесть в машину, и мы выехали со авторынка. Кстати, машинка самый раз в Фому, по ПТСу 12 тысяч пробега, но есть прошивка спорт. Сразу он поставил ценник 11,5, но типа на складе Фомы нет столько денег, так что он согласился продать эту тачку за 10,5. А это уже хорошая цена, и Фома наша его не забудет. Ну всё, садимся, едем в Корякино. Ну тут нас начинает люто жмыхать, подкидывает вверх, и всё, я падаю, и просто разбиваюсь. Ну, прямо из больнички на скутере я доезжаю до банка, потому что лучший топпер за неделю хочет получить премию. Собственно, кидаю ему 368 тысяч. Ну а теперь конкретно про нашу новую F90. В багажнике тут особо не ценного ничего нет, но это в принципе не важно, потому что сама по себе тачка крутая. Естественно, приезжаем на ней на родной Грув Стрит, вот здесь возле дома её паркуем. С радостью бы просто добавил её в Фому, но, увы, у нас нет слотов. Так что приходится жертвовать легендарным Субариком, а ведь раньше это была лучшая тачка в Фоме. Но у нас Фома развивается, поэтому загружаем в Фому новую Бэшечку. Ну и поставлю её на третий ранг, чтобы не так сильно убивали. Тачку я купил за свои деньги, так что за счёт склада Фомы просто компенсируем себе вот эти 10 лямов. Ещё, кстати, она умеет нормально так дрифтить, так что чилы с нашей Фомы будут суетить. Осталась только одна проблема, очень быстро заканчиваются патроны. Кстати, в сети сейчас лидеров за маской ОПГ, так что мы к ним залетаем в хату. Сюда уже успело приехать дофига наших. Короче, наша задача сейчас стать ОПГшником. Мне говорят, выйти с организации, а я всё это время в мусарне находился. Ну ладно, выходим. О, кидают мне пригуст. Конечно, принимаем сюда. Теперь мы в ОПГ. Не хватало бы мне ещё собесов ждать. Короче, прикол ОПГшников, что они могут себе сами крафтить оружие. А, вы не на работе, понимаю. Так, ну это, получается, заходим и вот тут на пикапчике переодеваемся. Пум, теперь я баба-бандит. Ща гелик на один ранг поставлю. Да, у нас же тут у ОПГ есть свой автопарк. И даже такой бич, как я, смог заспавнить гелик, потому что сейчас мы будем рейдить в АЧ. А, все гелики едут через поле? Не, ну это ЕПП-тачка, в принципе, можно. Вот мы уже едем прям возле ВЧ, но перед рейдом мы залетаем в эту 24 на 7. И тут мы закупаем маски, потому что без масок рейдить нельзя. А оружие нам никто не дал, с фамы берите. Мы вообще в ОПГ сошли, чтобы фармить патроны, а не тратить их. Ну, ладно, выехали с зеленой зоны и через фам склад берем себе дигла. Собственно, подъезжаем к ВЧ и главное, чтобы рейд окупился. Все, наши моментально пушат в ход, только вот моего зама свои же задебешили. Слава богу, есть адреналинчик и я его смог возродить. Ля, просто КамАЗ с матами едет на пролом. Ну, в общем, спокойно заходим через главные ворота. Все, которые на КПП боятся выйти. Нам же, чтобы загружать маты, нужна тачка. Так что я беру наш гелик для начала поставки команда Loadgun. Только с геликом оно почему-то не работает. Короче, залетаем на склад военки. Тут уже возле ящика толпятся типы. Ну, по карте вижу, что к нам подбираются. Так что пока мои замы берут маты, я буду их защищать. Чувак, как меня так быстро? А, там еще слева был чел, понимаю. Естественно, я сижу хились в бойке, а наши типы тем временем ложат материалы. Я попал в латкаринскую бойку вместе с лидером. Мы решили вернуться взять обратно форму. Но его чел с фомы перебил всех моих типов. А потом просто вышел с тачки и убил меня. Фоксы, говно. Я решил релогнуться на месте фракции. Ох, отлично появился на хате ОПГ. Переодеваемся в форму. Возьмем себе гелик. Короче, в онлайне этой ОПГ никого нет. Так что я в одно рыло залетаю на военку. Также беру себе дигл с фомы. Через калиточку вот так. Хопа. О, первый охранник. Так, они тут что-то замешкались. А ну, ловите давай. Ну и все, буквально какой-то левый чел мне помог. Мы запушили базу и бежим. Какой-то тип выбежал на меня, уже убегает. Ну, не успел. А, и что ж? Я играю без маски. Это ж НРП. Одеваем масочку быстро. Вот он склад. Тут никого нет. Тут мало, но вроде есть материалы. Но взять я не могу, потому что недостаточно материалов. Капец, материалы только уменьшаются. Походу, военные себе оружие берут. Почему вообще военные материалы не возят? Нам неоткуда воровать. Просто мимо нас проехал военный газ-тигр. Короче, странная тема. Ну, на ВЧ сейчас реально делать нечего. Ну и по возвращению чисто захосил охрану. А то что, они по всем стреляют. Добежал до своего гелика. Хотел еще забрать типа, который мне помог запушить. Но он оффается. Поэтому сам просто уезжаю. Блин, а прикол в том, что склад УПГ тоже закрыт. Ни материалов, ни патронов. Ничего не возьмешь. Так что я своим типам в ОПГ раздал разрешение на оружие. И мы вчетверо поехали на ВЧ. Ну, типа прошло уже минут 30. Надеюсь, на склад маты уже завезли. Так как у нас низкий ранг, мы не можем открыть шлагбаун и двери. Так что по старинке через КПП поднимаемся. Снимаем охрану на вышках. Ну и также без тачки просто бежим до склада. Какой-то один тип пришел защитить склад. Ну, быстренько слился. И все, наши типы на пикапчике. И сверху пишется, что им по три по одному мату добавляется. Слушайте, это конечно все хорошо, но дайте мне тоже взять. О, какое-то уведомление по чатам вылезло. И появилась какая-то маленькая красная меточка, на которую, наверное, надо стать. Ну, блин, вообще ничего не идет. И другие типы уже отошли даже. А, так потому что на складе один материал остался. И тут еще внезапно появился админ. Ой-ой-ой, валим-валим, пока в доморган не отправил. Че, как он тут появился? Не-не-не, бежи, бежи. Пока не откинул максимально фастом, ливаем с ВЧ. Хотел перепрыгнуть через левую вышку, но вообще не получается. Тут еще челик на вышке стоит, выполняет задание, не будем мешать. А я просто через главный вход ливаю с военки. Мне тут еще предлагают продать ТК. И где-то через минут 20 я снова подъезжаю к ВЧ. Ну, мне реально надо схватить хотя бы немного материалов и скинуть их в АМУ. Только, блин, успеть еще бы запишать? Нет, я не успел. Ну, по-обычному залазим на КПП. Опа, в чате админы стали выдавать варны за нон-РП в ВЧ. Ё-моё, надо поосторожней. Ух, еще одному типу дали варн, с которым я рашил в ВЧ. У меня еще и маски нет, так что не надо, дядя, выходим из игры. О, уже и черри не фуловый. Правда, остальные сервера вообще полупустые. Но вот на черри релогаться без очереди, это такой кайф. Всей нашей Фомой полетели искать слетевшие домики. Ну, как бы уже по времени слет должен быть, а в Бусаева ни одного. Мы сейчас едем в инфоцентр, а по дороге я чню фуры. Лол, оказывается, мне тоже выдали варн и до его снятия 10 дней. Зато мы уже подъехали к инфоцентру, и тут реально много чего слетает. И на второй странице тоже есть. Ну и мы полетели чекать поселки, вот в Горелле ничего нет. Приехали в Батку, тут тоже все пусто. Кстати, прям вот недавно слетел весь рейтинг семей, и мы занимаем сейчас 527 место в топе. Еще мне сказали, что при варне кикаются всех фракций. Для проверки мы приехали в Варз ОПГ. А, что, я уже зайти даже не могу? А, интернет полн. Да, зайти на месте фракций я не могу. А вот само здание зайти получилось. Но, опять же, переодеться в ОПГ я тоже не могу. Короче, я очень сильно тупанул, и вообще не смогу добыть больше материалов. Ну и напоследок, замы мне хотели показать свой дрифт на BMW M5 F90. И скажу я вам, что она дрифтит хуже, чем Skyline. Уже утром свеженько я захожу в игру, и в новостях вижу предупреждение от администрации. Походу, как и всем вчера мне дали варн, я просто этого не увидел. Снова заваливаемся в Варз ОПГ. И так как у меня варн, меня не могут принять. В донатике меня ждала бронзовая рулетка. А еще тут можно снять варн, но стоит это 100 блокоинов. У меня как раз на счету 108 БЦ. Так что я, пожалуй, куплю себе разбат. Все равно никаких денег это мне не принесет. Теперь мне уже могут кинуть инвайт. Я его принимаю. Заходим в дом и переодеваемся. Дальше нас тут построили возле гаражей. Лидер говорит, сейчас поедем на поляну. И наконец-то выдаст нам материалы. Все, вроде дошла очередь до меня. И он мне выдал 5 материалов. ОПГшники с материалов крафтят себе оружие. Но типа вот на 60 патронов тратится 3 мата. То есть вот какой-то левый чел по нам стреляет. Я могу спокойно его гасить. В этом ограблении я уже не водитель. Мы также залетаем в 24 до 7. Жаль, конечно, не моя возле СМИ. Вот и снова заваливаемся на ВЧ. Что-то у нас еще сзади вояки делают. А, понимаю. Причем слил меня мой подписчик. О, кайф, меня засейвили. Я уже не в одежде ОПГ, но хоть одеваю маску. КПП взломали, так что уедем на пролом. Вроде хорошо, разносим военных возле склада. А на пикапчике маты не берутся. Вот даже есть маты на складе. Но забрать я их не могу, потому что не в рабочей форме. Так что я просто пошел защищать наших. И по итогу второй раз умираю. Причем от того же типа. Ну, это печально. У меня же там еще бронзовая рулетка есть. Которую я успешно открыл и выбил кепку. Последнее время реально имбовый лут падает. Вот еще у меня 5 кепок, спасибо. Короче, рейды военки у меня вообще как-то не выходят. И максимум, что я сейчас могу делать, это брать материал из фам склада. И через команду Make Gun просто их делать. Получилось 500 штук за раз. И мы их тоже ложим в фаму. Вот челик говорит, что поможет накрафтить. Ну, собственно, доверяю. Выдаю 500 штук. Во, все, он тоже начал крафтить. Ну, и я тоже таким образом закидываю патроны. Раньше эти материалы просто на складе лежали. А сейчас хоть из них патроны делаем. Ну, а теперь проблема в том, что материалы скоро закончатся. А запасы мы не пополняем. Продолжение следует...